Здравствуйте, дорогие друзья! С 1 января 2015 года органы местного самоуправления, а именно районный муниципалитет и исполнительные органы поселенческого уровня, работают в новом режиме. Более 20 вопросов местного значения сельские администрации передали на исполнение администрации районной. Столь существенное перераспределение обязанностей продиктовал федеральный закон 131 ФЗ, в который внесены очередные изменения. В результате у сельских глав осталось всего 12 полномочий и очень ограниченное количество денег на их исполнение, так как обязанности, естественно, ушли с некоторыми строчками доходной базы. Бюджетный кодекс подправили под новый закон. Районный муниципалитет к своим 38 вопросам местного значения получил еще 26, итого теперь район исполняет более 60 полномочий. Городские поселения, а их в Ахтубинском районе 3, в городах Ахтубинск, в поселке Верхний и Нижний Баскунчак, нововведение не затронуло. Эти муниципалитеты остались при своих делах. Итак, в числе вопросов местного значения районной администрации, перекочевавших из старой в новую редакцию 131 ФЗ, утверждение исполнения бюджета района, установление местных налогов и сборов, распоряжение имуществом, опять же, района, дорожная деятельность вне границ населенных пунктов, предоставление дошкольного и среднего образования, молодежная политика, создание условий для развития сельхозпроизводства, массового спорта, транспортных услуг между поселениями, работы организаций культуры и т.д. В числе новых обязанностей районного муниципалитета, которые пришли к нему с января, самое ответственное и затратное – организация электро, тепло, газа и водоснабжения сельских поселений, дорожная деятельность, строительство и ремонт дорог, организация транспортного обслуживания, обустройство мест массового отдыха, мест захоронения, организация ритуальных услуг и т.д. Все это ранее исполняли сельские главы. Реформа не затронула функции исполнительных органов власти городских поселений, в ведении администрации города Ахтубинска, а также поселков Верхний и Нижний Баскунчак осталось утверждение исполнения бюджета поселения, установление местных налогов и сборов, распоряжение имуществом, организация электро, тепло, газа и водоснабжения в городе и поселке, дорожная деятельность внутри населенного пункта, содержание муниципального жилого фонда, организация транспортного обслуживания, обустройство мест массового отдыха, мест захоронений, организация ритуальных услуг, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора и т.д. Перечень обязанностей сельских администраций сократился до 12. В нем утверждение исполнения бюджета, распоряжение имуществом, обеспечение условий для развития массового спорта, досуга, первичной пожарной безопасности, создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общепита, торговли, бытового обслуживания, утверждение правил благоустройства. Почти пять месяцев районные сельские администрации работают в новых правовых реалиях. Район, нагруженный дополнительным комплексом задач и функций, село, освобожденное от таковых вместе с деньгами. Любая подобная реформа у нас проходит негладко и несладко для тех, кто оказался внутри этой самой реформы. Особенно на первых порах, в так называемый переходный период. Не зря же китайские мудрецы жить в эпоху перемен желали своим злейшим врагам. Мудрецы мудрецами, а реальная жизнь здесь и сейчас, в нашей родной глубинке, вот такая. Сложная и интересная. Субъект Федерации, конкретно Астраханская область, любой другой, должны были принять соответствующий региональный закон по поводу этого переходного периода, потому что он обязательно должен, и он есть, в реале он на самом деле есть. Вот, для того, чтобы, и в федеральном законодательстве написано, при наличии закона субъекта Федерации. Для чего это нужно? Вот, допустим, мы сейчас смотрим по полномочиям, которые нам передали. Ну, я возьму самый сложный вопрос такой, это обеспечение населения водой. Для того, чтобы обеспечивать население водой, мы должны, чтобы в трубах была вода, да? Это задача района теперь. Но, собственность на эти трубы придет поселению. Для того, чтобы передать собственность с одного муниципалитета к другой, на это требуется как минимум полгода, если есть в полном объеме документация. К сожалению, у нас ни в одном населенном пункте документации ни на дне объекта недвижимости, к сожалению, нет нигде. Мы все прекрасно понимаем, что население должно быть обеспечено водой. Произошла авария. У муниципалитета денег нет, я имею в виду поселенческого уровня. Я туда не могу вкладывать, потому что не мое имущество. А вода должна быть. Поэтому я вынужден делать что? Давать деньги. Не по закону, потому что закона Астраханской области нет. А через МЧС, ГОЧС, через разные вот эти моменты находить способ для того, чтобы оказать помощь муниципалитету, для того, чтобы ликвидировать аварии. Если у них ликвидируем аварии, значит, естественно не будет воды, значит, всегда автоматом переходят эти ответственности. Ответственность на главу района. Поэтому мы все равно находим, но уже не в рамках, если бы был закон Астраханской области, а уже ищем законные пути для того, чтобы оказать эту помощь. Потому что сама реалия говорит о том, что мы сразу этим имущество не передадим. Стояла перед нами самая главная задача, чтобы население не почувствовало, что стало хуже. Вот это перед нами стояла самая главная задача. У нас есть некоторые главы, которые, это не мое, и все, я теперь делать этого не буду. Поэтому нам достаточно хватает здравого ума и смысла в нашей работе, для того, чтобы мы не допустили этого. И не допустим, для того, чтобы население наше почувствовало, что стало хуже. Проблемы есть, они были, есть и будут. Но я так думаю, что, в принципе, самый сложный период мы прошли. И что будем делать? Первое, мы уже создали уже комиссии по каждому населенному пункту. И вопросы решаем имущественного характера, чтобы все имущество, которое нам необходимо для исполнения наших полномочий, не было в поселении, мы берем себе. Что касается имуществ, которые необходимы для исполнения полномочий, районную мы отдаем в поселение, для того, чтобы не было каких-то законодательных препонов, для того, чтобы выполнять свои полномочия. Все вопросы местного значения, по мере их значимости, в конкретный период регулярно прорабатываются в районном муниципалитете, на специальных совещаниях под председательством главы района. В так называемые дни местного самоуправления в администрации района собираются все главы поселений. В работе одного из таких совещаний приняла участие руководитель Ассоциации муниципальных образований Астраханской области Ольга Гай. Ее мы и спросили о том, чего больше, на ее взгляд, принесла на сегодняшний день муниципальная реформа. Плюсов или минусов? Сверху, с позиции региона, должно быть виднее. Во всем есть плюсы, во всем есть минусы. Могу сказать, что, наверное, самый основной минус, который на сегодняшний день мы можем констатировать, потому что это все происходило очень быстро. К этому не были готовы власти ни одного уровня. Причем я здесь говорю не только о муниципалитетах, я говорю о региональных властях, которые точно так же не могут отдельно существовать. И получается так, что на сегодняшний день Астраханская область, она одна из очень немногих субъектов федерации, которая именно очень быстро решила склиниться в эти перемены. 58 субъектов федерации пересмотрели свои позиции и поставили эти так называемые переходные положения, отложив до вступления федерального закона на их территории, кто до 16-го, кто до 17-го года по-разному. Как правило, вот эта эпоха перемен, она именно и сложна своей стремительностью. Для поселений сложно. С одной стороны, вроде бы освободившись от полномочий, но в том числе и освободившись от денег. С другой стороны, районам очень сложно, приняв эти полномочия и не получив того количества денег, которое необходимо. На управленческом уровне это вытекает в очень простую вещь. Помимо того, что нужно перестроить все структуры, там, организационные, немыслимые, добавок ко всему, это не должно повлиять на этих людей, которые на самом деле, вот мне как человеку, все равно будет исполнять это полномочие поселения или район, но, тем не менее, мне требуется конкретная услуга и результат по этой услуге, там, муниципальной, государственной, независимо от всех дебрик, в которые меня может стащить это законодательство. Я думаю, что это абсолютно для всех так. Сейчас, на сегодняшний день, мы уже не ропщим, мы говорим о том, что изначально, вот как оно сложилось, теперь мы пытаемся верстать те механизмы, которые существуют на сегодняшний день. Ну, может быть, какие-то сферы пострадали, если такое слово уместно здесь, в большей мере, где наиболее сложно? Видите, сложно везде, но это не означает, что на самом деле плохо везде. Есть и полномочия, которые не самые явные, с одной стороны, например, там, полномочия поселений, которые всегда исполнили с поселениями, это так называемые ритуальные полномочия, все, что касалось кладбищ, погребения, они никогда не были самыми, как бы, приоритетными и самыми сложными в реализации, но, тем не менее, при переходе они достаточно существенно стали влиять, потому что, если в семью пришло горе, то здесь вопрос и времени, и быстрого оформления документов, оно становится приоритетным. Сложные полномочия? Да нет, наверное, несколько другой по сравнению с какими-то градостроительными вещами, или, там, например, со строительной сферой, но, тем не менее, это наиболее влияет на человека, потому что, изначально понимая, что их сейчас входит в сферу строительства, ну, по своей, либо личной, либо профессиональной части, то, конечно, он и относится к этому по-другому. Поэтому, на сегодняшний день могу сказать так, что, наверное, везде есть свои вопросы, которые необходимо решать, есть те вопросы, которые на сегодняшний день уже, наверное, решились. Но то, что работать с поселением вместе с районами, это и всегда было, а сейчас и подавно это должно быть. Если учесть, что реформа по стечению обстоятельств совпала с известной экономической встряской в целом стране, муниципалитетам сегодня приходится тяжелее вдвойне. Как работать в этих условиях главам на местах? Нужно проявить изрядную долю мужества и хладнокровия, как на войне или как в кризис? Хотя почему как? Главы, ну и было непросто. Мы должны понимать, что те полномочия, которые есть в муниципалитетах, они не обеспечены финансированными. Это не мои выводы. Это вывод сделал Государственный дом Российской Федерации. У меня справка есть, я вам будут доподлинны документы. И Государственный дом, просчитав, сколько необходимо для выполнения полномочий по муниципалитетам, по всей Российской Федерации, там нет конкретных регионов, значит, называла эту сумму. Не хватает муниципалитетов для выполнения своих полномочий более трех триллионов рублей. По сути, есть полномочия, а не денег для того, чтобы их... И это уже признали все. Главный доход каждого сельского поселения это была аренда земли. Ее все передали в район. И, по сути дела, главным даже не хватает на именно заработную плату. Не говоря там, что там полномочия по благоустройству, санитарной очистке. Нет этого. Что мы делаем? Мы в этом году все-таки на культуру, на дотацию даем. Это сумма более 7 миллионов рублей. Мы прекрасно понимаем, что полномочия по пожарным службам, которые у них есть или были, и мы знаем, что они нужны. Они нужны. Пусть в каком-то другом виде, в другой форме. Но я сам лично проезжал, хрометраж проводил по минутной доступности до приезда пожарной части, для того, чтобы, не дай бог, что случится пожар, потому что это нигде 20-минутное прибытие не обеспечивается. Поэтому, в любом случае, сейчас нам тоже нелегко в районе. У нас дыра огромная, дефицит. Но я прекрасно понимаю, как глава района, что надо помогать. В противном случае, они все разбегутся. И, кстати, такие мысли уже витают, что зарплату не получаем, денег ни на что нет. Все правоохранительные органы начинают предъявлять претензии. Почему-то сейчас предъявляют это очень жестко. На них налагаются административные штрафы. И вот три мне главы, сейчас скажу, что они заявляют. Но пока заявили, я их убеждаю, что этого делать не надо. Пытаются сложить свои полномочия. Вот когда стал вопрос о том, что глава там, мы уйдем, потому что такая сложность. Я скажу, что я достаточно долго работаю в органах власти. Скажу, что ситуации были гораздо хуже. Например, когда произошел дефолт, не выплачивал заработный плат буквально всем более четырех месяцев. Там копейки находили, людям просто, просто не на что людям положить. Вот тогда действительно была определенного рода паника, потому что откуда взять что-то, откуда что-то. И вот, ну, в любом случае, здравый смысл, как говорится, находил, торжествовал, потому что принимались меры, и нам удалось выйти. Поэтому, вот если брать тот период, это 90-е годы, в 2000 году, вот даже, что там греха таить, когда я пришел к власти в 2009 году, когда тут отключили мне эту энергию, в этом кабинете сказали, или платишь, или не платишь. Мне прокуратуру каждый день это вызывали, потому что ситуация была непростая. Поэтому я хочу сказать, что трудности они были, есть и будут. И хочу, и у меня полный уверен, что мы все равно из этой ситуации выйдем, и она не совсем такая уже страшная. Потому что есть такое профессиональное чутье, еще раз повторяю, не хочу себя там хвалить, профессиональное чутье, это то, что у нас есть все-таки потенциал, и он должен выстрелить. Этот потенциал есть в экономике, потенциал есть в людях, которые работают в социальной сфере, и потенциал есть просто в здравом смысле. Поэтому я думаю, что все это в едином позволит нам выйти от этой критинской ситуации. Идет третья декада мая. Напомним, что именно на этот месяц фракция «Единой России» Совета муниципального образования «Ахтубинский район» своим парламентским большинством перенесла вынесение оценки главе района за 2014 год. Аргумент в защиту такой срочки, прозвучавший из уст зампреда Совета Виктора Татаринова, сводился к следующему. Нужно уйти от эмоциональных депутатских оценок деятельности руководителя районного муниципалитета, а руководствоваться категориями предметными, такими, например, как результаты мониторинга социально-экономических показателей и ежегодного интернет-опроса населения. Сам Виктор Татаринов видит много как достижений, так и недоработок в деятельности администрации, работающей под руководством Виктора Ведищева. А вот что скажут цифры и народ? Результаты и того, и другого исследования должны были появиться как раз в мае. И если по первому документу на сегодняшний день остается еще много вопросов, итоги мониторинга всех районов Астраханской области подведет областной менэкономразвитие только через несколько месяцев, то по интернет-опросу уже все предельно ясно. Напомним, что дать свою оценку местной власти можно было через сайты города Ахтубинска и района в период с 5 марта по 5 апреля. Анкета была предельно проста и сводилась всего к нескольким категориям вопросов. Нам с вами предлагалось оценить дословно из текста на сайте областного правительства организацию транспортного обслуживания в муниципальном образовании, качество автомобильных дорог в муниципальном образовании и жилищно-коммунальные услуги, уровень организации тепло- и электрогазоснабжения. Все. Школы, детские сады, дополнительное образование, спорт, культуру и многое другое, относящееся к сфере деятельности главы района, опрос не учитывал. Выставляя галочки напротив предложенных пунктов анкеты, мы фактически оценили работу местной власти поселенческого уровня, то есть города и сел, а также предприятий ЖКХ в 2014 году. Делаю на этом акцент, поскольку единороссы Россовета при оценке деятельности главы района планировали сделать ставку именно на этот опрос, по сути, не имеющий отношения к обязанностям главы района. Но и это не главное. Сегодня итоги данного исследования, проведенного областным управлением по взаимодействию с органами местного самоуправления, уже подведены. Проведен сравнительный анализ между всеми районами Астраханской области. И наш Ахтубинский район, прямо скажем, не отличился количеством проголосовавших. Всего 160 голосов на 66 тысяч населения района. Это 0,3%. Любой социолог скажет, что такой мизерной выборки не хватит, чтобы засчитать опрос состоявшимся. Для сравнения, в Икрянинском районе 530 голосов. Всего же организаторы данного опроса с использованием IT-технологий озвучивают цифру в 5,5 тысяч проголосовавших по всей Астраханской области. А теперь внимание. Слово «проголосовавшие» ставим в кавычках, поскольку речь идет не о фактическом количестве людей, принявших участие в вопросе, а о числе нажатий на виртуальные кнопки. Пообщавшись с организаторами исследования, мы выяснили две весьма любопытные технические детали относительно методики его проведения. Во-первых, с одного компьютера можно было проголосовать бесчисленное количество раз. Во-вторых, система никак не учитывала фактическое местонахождение опрашиваемого. Не хотим никого хватать за руку, но при такой организации голосования нет никакой гарантии, что те же 100, 300 или 500 голосов не накрутил по чьей-либо просьбе какой-нибудь мальчик Вася из Урюпинска. А уж какие он там оценки мог выставить к качеству дорог и теплоснабжения в Икрянинском районе или в Ахтубинском. Тем не менее, организаторы итоги опроса анализируют подробно, по каждому пункту и на полном серьезе. Некоторые местные сайты скопировали данные и уже дают свои оценки. Хвалят активных володаровцев и кряницев, стыдят ахтубинцев, власти, населения, не проявивших должного внимания к опросу. Мы же не будем здесь оглашать результаты социсследования, которое таковым по своей сути не является. Как ко всей этой псевдо-социологической истории отнесутся депутаты, скоро узнаем. А вот по поводу нового введения совета, осрочившего почти на два месяца вынесения оценки главе района, у нас есть вот такой независимый комментарий. Скажу честно, я не вижу особого смысла, что это было сделано именно такие мероприятия в части, касающиеся отложения оценки отчета главы. Насколько я знаю, что в Российской Федерации такие ситуации, которые касаются утверждения или не утверждения, отчета главы, принятия или не принятия, кроме как некими такими политическими моментами, больше ничем не отличаются. На самом деле это никак не влияет на хозяйство, это никак не влияет на те процессы экономические, которые проходят на территории. Это, как правило, только инструмент в чьих-то руках и не более того. Стоит ли этим заниматься? Пусть депутаты ответят на этот вопрос. Я не вижу в этом смысла. На этом пока все. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова